Музыка Хочется еще раз отметить весьма занимательную новость, которую опубликуют многие порталы сейчас. В том числе и портал Дания Наша Газета. Публиковала о том, что полицейские кустанайские изъяли в январе почти 2 килограмма, если быть точным килограмм 800 грамм наркотических веществ. И вот приводят они всем известно уже со вчерашнего вечера случай, что 17 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали двоих подозреваемых, у которых нашли наркотики. Как известно, об этом стало на брифинге в департаменте полиции. Предлагаю небольшую выдержку из публикации сейчас послушать. И там раскрываются подробности того, что они нашли у мужчины и женщины и где они хранили запрещенные вещества. По словам исполняющего обязанности начальника УБОБДП Кустанайской области Бахтиярова Богалиева, 47-летний мужчина и 35-летняя женщина задержаны в поселке Киевский. Мужчина хранил наркотики в пакете, подвешенном на гвоздике в уличном туалете. Общий вес изъятого героина составил 1,615 кг. Ну, хочется сказать, что преступления совершаются действительно очень много в последнее время. Не только вот в той сфере, о которой мы сейчас могли услышать. Вот, допустим, диапазон сообщает, что более 50 иностранцев было выдворено из Актюбинской области. И они нелегально проживали на территории региона. Там с 16 по 20 января к административной ответственности привлекли 396 иностранцев. Также к ответственности были привлечены еще 45 принимающих сторон, а также 16 работодателей за нарушение этого или иного вида законодательства. Ну, а вечерняя Астана сообщает в большой публикации достаточно о том, как в столице продолжается внедрение системы раздельного сбора мусора, как работает эта система по утилизации отходов. Они узнали у сотрудника одной из компаний по сбору и вывозу мусора. Сегодня их контейнерами для раздельного сбора мусора обеспечено 60% города, сообщается в публикации. Полного покрытия должны достигнуть примерно к февралю или к марту. Жители столицы часто обращаются в редакцию издания, как было сказано, в частности с вопросами о том, что разгрузка в один мусоровоз идет отходов из двух баков различных для различного мусора. На этот вопрос дается ответ, так это или не так. Давайте послушаем небольшую цитату, как все-таки ответили журналисту этой газеты. Хочется раз и навсегда развеять этот миф. Все отходы делятся на сухую и мокрую фракции. Первой относится твердый мусор, бутылки, стекло, пластик, ко второй пищевые отходы. Для каждой есть не только бак определенного цвета, но и машина, утилизирующая этот мусор. Стекло, пластик и бумагу забирают машины белого цвета, а пищевые отходы – оранжевого. На мусороперерабатывающем заводе, соответственно, две различные транспортерные ленты. Переходим к другому изданию. Другое издание и другой регион. Индустриальная Караганда сообщает об открытии первого фронт-офиса в районном суде номер 3, первого в области. То есть больше никаких окошек для приема и выдачи документов. Суд перешел на безбарьерное обслуживание по принципу ЦОНа. Это действительно очень удобно. В публикации описывается само помещение. Получается, это современный удобный зал ожидания, оборудованный различной оргтехникой. Там есть три зоны – информационный центр, входящая канцелярия и зона самообслуживания. Ну, давайте послушаем небольшую публикацию. Какие еще новшества можно увидеть сейчас в судебной системе. Она действительно очень сильно реформирована и реформируется до сих пор. Много новшеств за последнее время. Давайте послушаем цитату небольшую. Мы перешли на безбарьерный принцип обслуживания OpenSpace. В ближайшее время здесь появится терминал для электронной очереди, которая будет делиться по видам оказываемых судебных услуг. Например, человек пришел, приложил удостоверение личности. На табло высвечивается, на какой процесс и в какой зал надо пройти. Ну, согласитесь, действительно очень удобно. Ждем поскорее, чтобы это новшество было введено. Ну, а также в публикации сообщается о других проектах, таких как «Примирительные процедуры в суде», «Семейный суд» и «Виртуальный суд». Будем надеяться, чтобы все у нас было скоро как в кино. Наш суд самый гуманный в мире, но и не только это, и самый справедливый, и самый, можно сказать, высокотехнологичный. Ну, в общем, время покажет, как и что будет. Вера, слово передаю тебе. Спасибо большое, Марк. Марк Брюшко рассказал, о чем пишут в газетах. Ну, а мы продолжим выпуск.